Всем здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, мы продолжаем играть с меми. Что это было за прогрузка? В различные андроид-игрушки возвращаемся в Genshin Impact. Опять объявление какое-то, и там опять горит, как будто новое событие есть. Но я чё-то сомневаюсь в этом. Фея цветов, приглашение, новая песнь ветров события, витриных цветов, окей, я понял вас. Давайте посмотрим, что здесь нового вообще появилось. И появилось ли чё-то иноземная гастрономия. А, Мора чисто, но 50 тысяч лишними не будут явно. Встреча к первой. А, это эти задания легенд, я понял вас. Сегодня мы сможем, кстати, открыть ещё одно задание легенд, и, возможно, начнём его проходить. Потому что, вроде бы, все такие задания мы с вами выполнили. Ну, то есть, я не играл ещё, конечно, на 100% все ивенты не прошёл, но... Но да. Так, скорее всего, у нас задание сегодня в Ли Юэ, да, так и есть, поэтому... Победите всех монстров, помогите Цзэн Сю. Чё ещё у нас есть? Так, ну, два задания я вижу где. Вот ещё одно, да, и вверху следующее, последнее. Чё с задания? О, испытание на время. Вот давайте сюда перейдём. Для начала ежедневки, соответственно, выполним. А, так, сюда мы не будем телепортироваться. Я помню, что это... Хотя, с другой стороны, это под скалой или в скале, я уже не помню, где там выход. Блин, а как сюда будет нормальнее всего попасть-то? Ну, мне кажется, всё-таки, что с этого чекпоинта будет быстрее. Мне так или иначе придётся наверх залезать. Я просто помню, что чекпоинт, который там находится, он находится как раз-таки под скалой, а не... Ну, то есть, на самой низкой плоскости, а не на скале. То есть, поэтому я и решил залезть именно вот здесь. Здесь, мне кажется, будет просто быстрее, чем я буду там вообще с нуля подниматься. Здесь хотя бы хоть какая-то есть возвышенность, по которой я могу закрапкаться наверх. И мне не придётся прямо на всю скалу лезть наверх. С самого её основания. Так, залезть я вроде залез. Чё тут надо было сделать? А да, испытание на время выполнить. Ну, давайте попробуем прямо в сердце. Называется поручение. Куда мне идти? Алло, игра. Можно мне дорогу указать примерно? Ага, понял, в эту сторону. Блин, я уже не успеваю, правда. Да блин, ну куда вы от меня отпрыгиваете? У меня время же идёт, пацаны. Так, ну вроде бы чуть-чуть времени я себе оставил. Но я не знаю, хватит ли мне этого времени. Ну, в принципе, 20 секунд ещё более-менее. Мне кажется, мне хватит времени. Так, давайте добьём ещё пару слаймиков. И нам надо двигать куда-то выше. Как я понимаю. Я думаю, этого чувака я уже бить не буду. Чисто дойду до задания и завершу его. Ну да, в принципе, изи-бризи это было несложно. А дальше пойдём разбираться с монстряками. Давайте сначала сюда стелепортируемся. Так, пока телепортируется. Сейчас я кое-чё проверю. Сообщение на ноут пришло. Посмотрел от кого, чё там, все дела. Непрофессионально, да, во время записи. Ну, у меня Геншин всегда такой непрофессиональный. Я во время записи Геншина особо не парюсь. Совершенно в такой, знаете, спокойной обстановке играю. Лёжа, сидя, хожу там, разговариваю. Неважно, там, типа, не особо регулирую микрофон. Ну, главное, чтобы меня слышно было. Так, и нам нужно развалить Почтителей Сокровищ, как я понимаю. Потому что Геншин отнимает реально очень много времени. И это такая, знаете, больше медитативная игра, в которой особо не надо как-то спешить, запариваться там, знаете. Это чисто, знаете, игра такого плана, что, типа, ты играешь и получаешь удовольствие. В вполне себе спокойной обстановке. Для меня это как-то так. Господи, опять эта дурацкая хрень еще и меня ударил. Так, надо убить одного из коктейльщиков, потому что они меня бесят со своими заморозками. Один из них водяной, вот этот вот, и еще ледяной там закидывает меня говном своим. Да вы задрали уже. Че опять звук такой тихий? Нифига не слышно. Блин, камера просто вот, умная камера, как они ее называют вообще, офигеть, какая умная камера, просто вообще жесть полная. Так. О, он еще урон получает, оказывается, пока стоит в этом кругу, или это я просто, пассивка у меня взорвалась. Ну, то есть, пассивка меча сработала. А, все-таки мне дадут, да? Э-э-э, это. Блин, че так тихо? Ни хрена не слышно же. Вот я хоть чуть-чуть погромче сделаю. А то мне самому нифига не слышно, не знаю, как вам. Звуки игры очень тихие были. Так, пошел нафиг отсюда. Так, и осталось разобраться вот с этим парнейшей. Ну, еще с тем, конечно, там, который ходит. Ну, а его буквально один раз ударить, и он уже отвалится. Так, ну, здесь надо было, как я понимаю, с похитителями сокровищ разобраться. Так, руда усиления, всякие штуки, дрюки. Давайте соберем печатьки теперь. Они нам пригодятся для... Я не помню, для чего они нужны, но для чего-то они, по-моему, нужны. То ли для талантов, то ли еще что-то в этом духе, я уже не помню. Так или иначе, пригодятся в будущем, я думаю, по-любому. Наверняка какому-то герою эти штуки прям очень нужны для прокачки, может быть. Блин, я думаю, это и лежит синяя вещь, а это, оказывается, просто столб света синего. Так, здесь вроде разобрались, поехали дальше. Наград за экспедицию у нас тут еще пришли, но это понятно, сходим потом выполним. Так, гавань Льюэ, тут ничего нету. На поставленном дворе. Да, это мы помним задание, но сначала хотелось бы выполнить все-таки... Да, вот это вот поручение, опять же, убийств всех монстров. Давайте вот сюда стелепортируемся. Хм. Хм, хочу сегодня пройти еще одно задание легенд, на самом деле. Посмотреть, что там нас ждет. Наверное, на Ноэльку пройду. На Барбару оставлю, так сказать, на самое сладкое. Ну, потому что это первое задание легенд, значит, разработчики, поставив его именно первым, точнее, поставив это задание именно первым, они наверняка думали, что игроки начнут в первую очередь его проходить. Значит, что они, скорее всего, над этим заданием старались больше, чем над остальными. А самые последние, наверное, в основном те, над которыми они старались меньше всего, мне так кажется. По крайней мере, задание на Чон Юня было интереснее, чем задание на Беннета в некотором плане. Там больше было различных ответвлений веток в сюжете. И они были мультизадачные, то есть, одна ветка могла привести, точнее, несколько веток могли привести к какой-то дополнительной ветке. А вот в задании на Беннета, которое было последним, там вообще такого не было, там чисто... Да, господи, как вы задрали, а! Их еще тут дофигища просто. Посмотрите, сколько здесь хили чуглов этих долбаных. Умная камера. Обожаю. Давайте ультанем. Почему бы нет? 12-ка урона пойдет. Более-менее такой дэмэдж. Можно и больше выкинуть, если бы артефакты были подходящие. Нормально взмахнул топориком своим? Убил себя сам, можно сказать. Так, разбитые масочки, всякие штуки-дрюки. Но большую часть противников мы убили, сейчас осталось последних трех завалить. О! Этот хили чурл с каменным щитом. Блин, куда ты залезла, Джин? Так, давайте мы просто помахаем тут мечом. Разобьем щит по возможности хили чурлу. Нифига себе, у него резкая атака, конечно. О, мясо птицы. Пойдет. Ну все, теперь тебе капец, что я могу сказать. Без щита ты уже не настолько силен, братан. Так, хорош. О, ульта накопилась, давайте ее заюзаем, почему бы нет. Да хватит уже убегать, давай сражайся. Сражайся честно. Все, разобрался с этим челиком. О, эпический предмет. А, перо берсерка, неплохо. Прикольно, что из хили чурлов падают эпические предметы иногда. Прям... Это радует глаз. Вряд ли, конечно, я четырехзвездочные предметы буду использовать в снаряжении, как-то особо часто. Но, может быть, когда-нибудь оно мне пригодится, это перо. Либо я его просто переработаю, из него больше опыта получится, чем от редкого и обычного и необычного снаряжения. Из-за эпического. Все, добиваем последнего кили чурла. У нас осталось задание у чувака на речке пройти. Сейчас только дособираю еще масочки, роги и там всякие наконечники и прочее, прочее. Вроде все собрал, да, или нет? Нет, еще не все. Вот еще пара предметов валяется. Тяжелый рог. И маска, скорее всего, да. Ой, там этот ходит засранец. Блин, там еще цветы есть. Я бы хотел взять эти камни из тока. Какого черта, вы видите, что какое-то размытие есть? Это ж не меня глючит, это реально размытие. Я же отключал его в настройках, подождите-ка. Так, настройки, настройки, подожди, надо проверить. Может быть, я его случайно врубил? Когда настраивал графику кнопки, ходьба, гироскопическое прицеливание. Или это просто баг какой-то? Очень низко, низко, очень низко. И минимально 24. Размытие отключено, свечение отключено, и сглаживание отключено. Что-то я не понял, а в чем тогда прикол? Почему у меня есть размытие, хотя оно отключено? Странная тема, ну ладно, типа. Давайте мы перейдем с вами к последнему заданию. Оно, кстати, тут недалеко должно быть достаточно. Да, но лучше стелепортироваться все-таки. О, кстати, мы же зайдем на поставил двор Ваншу. Надо будет поговорить с шеф-поваром Мао. Может быть, у него тоже новый рецепт появился. Какой-нибудь скупить, знаете. Было бы неплохо. Так, мы здесь. Я не помню, а вот у этой женщины можно закупаться этими какими-либо вещами. Или она ничего не продает. Давайте сначала к шеф-повару Мао. У него реально может быть новый рецепт какой-то. Блин, я случайно готовку выбрал. Не-не-не. Мне нужно шеф-повар Мао, а Ян Сяо. Я их немножко путаю. Прости. Расскажи о своей жизни, как спрашиваешь, как повар. Я был вором. В смысле, а почему с ним нельзя поторговать? А, возможно, у него нельзя ничего купить. Ну, я же вроде бы подождите-ка. Возможно, он только утром может торговать. Я думаю, что может быть и такой вариант. Давайте мы немножко промотаем тогда до утра время. И спросим его утром. Может быть, утром он будет что-то приготавливать. Эй, продавать нам. Так, братан, ну че? Может, расскажешь? Нет, он то же самое говорит. То есть, я с ним не могу торговать все-таки. Блин, джин классная, конечно. Так, давайте мы поговорим с вами с Вер Голдвед. Может быть, она продает все-таки? Да, да, она продает различные штуки. Но я не вижу у нее этот... Новых рецептов, только старенькие. Давайте мы тогда у нее закупимся всякими различными ресами. Просто чтобы было, потому что можем. Тем более, денежки у нас в небольшом количестве хоть и есть. Господи, она продает все в три, дорогая. Реально, в три раза дороже, чем любой другой торговец. Это минус, конечно, большой. Лапшадр и гор восстанавливает выносливость. Крит удар восстанавливает... О, голубцы, я беру буба. Это, конечно, 3550, но это прикольная тема. Остальное мне неинтересно, извини. Так, погнали, короче, по заданию, наверное. Нам куда-то на какой-то из этих островов... Ой, я забыл крылья открыть. Такой лечу, типа, нормально пойдет. Что это такое, кстати? А, это зонтики. Я не помню, нам то ли вот на этот, то ли на тот остров. Да, господи, что за размытие появилось, видите? Скалы дрожат и размываются. Что за бред? Я же отключал размытие. Или это новая фича Геншина, блин? После обновления. Раньше же вроде такого не было. Так, братан, здорово. Что ты делаешь? Ловлю гигантскую рыбу, готовить. Распугали монстры. Ну, сейчас нам надо будет несколько волн монстров зачистить. Это, в принципе, достаточно долгое задание. Не самое простое, скажем так. И при этом из монстров ничего особо не падает при этом. Все. Так, надо от мага избавиться, а то он эти штуки крафтит. Крафтит, да как это сказать? Спавнит и... Они нам будут мешаться. Наносим 12 тысяч урона всем хиличурлам вокруг. Всех убиваем. Пошла вторая волна. Или все-таки падают здесь резы из них? Видите, здесь два хиличурла одновременно. Против нас со щитами. Как вы вообще подожгли себя вначале? Так, подождите-ка. Чуваки, отдыхайте пока там, расслабляйтесь. Мне надо избавиться от мага. Потому что он их лечит, а мне не нужно, чтобы он их лечил. Давайте с перегрузочкой их завалим. Так, желательно вот этого хиличурла первым бить. У которого раньше щит пропал, чтобы он не успел его восстановить. Так, хорош. Так, я ультую, чтобы не дать им щит восстановить. Так, вроде бы разобрались. Сейчас будет руинный охотник, по-моему, если не ошибаюсь. Так, и нам надо просто сваливать. От него просто убегаем. Не деремся с ним. Лучше соберем мяту и прочую штучку. Так, отвали, чел. Все, изи-бризи. Эх, я куст. Давайте поговорим с этим чуваком, заберем свою награду. Да, все быстро разглядеть. Тут и такой простой рыбак. Очень странно творится в мире. Поверь мне, не знает. Глаза бога. Боятся. Я продолжу рыбачить. Бла-бла-бла. У нас выполнены поручения. И теперь мы можем открыть новое задание легенд. Потому что у нас есть два ключа. Можем один из них получить. И открыть доступную встречу с... Наэлькой. Почему бы нет? Будем ее сейчас проходить. Нажимаем на часть встречи. Но перед этим надо скупить некоторые ингредиенты в Манштадте и в Лиуэ. И при этом еще разобраться с этим. Да-да-да, я понял. Так, это у нас в Манштадте. Ну тогда сначала давайте зайдем все-таки в Лиуэ. Раз уж у нас в Манштадте. Чтобы потом сразу же выдвинуться к заданию и не телепортироваться обратно. Хотя, с другой стороны, Ноэль, она же обладает элементом гео. По сути, она должна жить в Лиуэ. Окш, эти стереотипы. Так. Сейчас скупим некоторый лутик в Лиуэ. Затем выдвинемся в Манштадт. Скупим там лут. Если есть что скупать. Вот разве что у этих чуваков может быть что-то. Так, это выглядите необратимо испытать удачу. Я бы хотел руду посмотреть, обновилось оно у вас или нет. Нет, еще не обновилось, понял. Тогда зайду завтра. Но у нас здесь есть еще что купить с вами. Надо еще рецепты посмотреть вот у этого торговца. Может быть у него новые рецепты появились, надо посмотреть. Вполне возможно они есть. Нет, их нету. Но есть жареная рыба-тигр, можно ее всю скупить. Почему бы нет? Эта еда восстанавливает здоровье? А это фигня, это мне неинтересно. Так, и еще бы я хотел поговорить с вот этим парнишей. Да господи, не лезь ты никуда. Шеф-повар Мао. Да блин, не то нажал. Попробуй сегодня, запомни навсегда. Народный выбор, бла-бла-бла. Не нужно с шеф-поваром поговорить, чтобы скупить у него ингредиенты. Как минимум рыбу и крабов. Если что-то еще есть, скупим еще что-то. Но нет, ничего нету. Только рыбка и только крабы. Ну ладно, скупим это все. Хм, окей. Так, теперь давайте выдвинемся к этому. К Катерине и поговорим с ней еще. Тут у нас есть награды поручений, во-первых. Это камни истока и прочий лутик. И еще надо экспедиция обновить. Ой, я не то нажал. Блин, я случайно нажал, да блин. Придется эти диалоги скипать сейчас еще. Катерина, здравствуйте. Мне нужны экспедиции. Не болтать с вами. Так, Фишель у нас вернулась в задание. Отправляем ее... Ну не Фишель, а Китсин. Отправляем снова на задание. Чон Юни отправляем тоже на 20 часов сюда. Беннет у нас ходил по мясу. Давайте мы поменяем их местами. Мне так удобнее. Беннет пойдет за рудой. А Фишель пойдет за мясом. Как было испокон веков, так скажем. Ну и Кия на 12 часов пойдет за Морой. Так, здесь вроде разобрались. У нас здесь еще задание боевого пропуска. Парочка выполнена. Можно новый уровень получить и, соответственно, новую наградку. Сюда, сюда и, соответственно, камни истока. Ой, не камни истока эти. А рудоусиление. Все, теперь нам нужно вернуться в Манштадт и идти по заданию. Уже легенд. Потому что в самом Манштадте вроде бы нам нечем торговать. Нам нечего покупать. Поэтому пойдемте выполнять задание легенд с этой. С Ноэлькой. Если еще время останется, либо данжек пофармим, либо чем-нибудь еще займемся. После задания легенд. Так, секундочку. Только запись проверю перед этим. Так, вроде все нормально. Давайте выдвинемся к точке. Нашего события. Так, здравствуйте. Я пришел. А вот и Ноэлька, собственно, у нас. Это почетный рыцарь. Здравствуй. Привет. Наконец-то мы встретились, почетный рыцарь. Я Ноэль, горничная Орда Фавониос. А на тебе экипировка рыцаря горничной? Ой, прошу прощения, еще не являюсь официальным рыцарем ордена. Хоть я имею статус горничной Орда Фавониос, но чтобы носить эту броню с честью, я начала проходить рыцарское обучение. Рыцарское обучение? Да, хотя я еще не прошла рыцарский отбор, но уже расспросила у старших членов Ордена о том, как стать настоящим рыцарем ордов Фавониос. Я научилась Эмбер делать барона Зайчика, но Кия поручает мне все новые и новые маленькие задания. Я также попросила рыцаря Искорку поделиться со мной опытом. Вот только потом магистр Джин арестовала нас обеих. А Искорка это про Кли, говорит она? Ты очень усердно трудишься. На самом деле, я всегда надеялась, что смогу получить совет от почетного рыцаря. Но я боялась, что слишком грубо с моей стороны все не осмеливалось приобеспокоить. Иногда я видела тебя на улицах Монштадта, но была слишком занята, чтобы поговорить. Сегодня уборка в штабе закончена, я как раз собиралась начать тренировку, как встретилась с тобой. Если не трудно, не мог бы ты помочь мне с тренировкой? Эм, конечно, с чего начнем? Я хотела бы услышать мнение старшего рыцаря. Все в это время я добросовестно выполняла обязанности горничной, упорно тренировалась. Но мое обучение продвигалось очень медленно. А обязанности горничной? Ну, обычная чистка и уборка. Примерно через день я делаю генеральную уборку в штабе Орда Фавониос. Подметая везде, под кроватями и под подоконниками, в самых маленьких уголках всегда больше всего пыли. Еще я занимаюсь разными бытовыми пустяками, готовлю повязку для глаз для господина Кеи, помогая Лизе прибраться на книжных полках. Я занимаюсь каждый день, но у меня такое ощущение, что все равно чего-то не хватает. Силы или отдыха? Силы! Силы! Мне кажется, я довольно сильная. Недавно господин Брюс выпил слишком много, и я сама отнесла его в штаб ордена. Еще я принесла новые книжные полки в библиотеку из Прингвейла. Даже господин Хоффман говорит, что я сильная. Можешь продемонстрировать? Да, конечно. Но несмотря на то, что это всего лишь тренировка, не могу я поднять меч на почетного рыцаря. Знаю, пойдем на тренировочную площадку Орда Фавониос, там есть тренировочные чучела. Ага, то есть вот это как раз таки, я думаю, развилка была. То есть если бы я сказал, что не хватает отдыха, то мы пошли бы с ней вместе отдыхать, скорее всего. А как я выбрал не хватает силы, это значит, что мы идем тренироваться. И это одна из веток. То есть, как я вижу, как минимум три ветки есть. То есть еще была одна ветка, где мы могли сказать ей, что ей, возможно, не стоит становиться почетным рыцарем ордена. И то есть это могло бы, наверное, вывести к еще одной ветке. То есть у нас есть три начальные ветки, как я понимаю, но я пока не точно это знаю, конечно. Это предположение по большей части. Так, здорово, я пришел. Ааа, о, мы за Ноэльку будем играть, судя по тому, что нам сменили на Ноэль Перса. Привет, Ноэль, тоже потренироваться пришла. Ой, почетный рыцарь здесь. Привет, Эйлин, я лишь попросила почетного рыцаря дать мне совет по тренировкам. Никакий хочет взглянуть на мою базовую технику. На площадке есть свободное тренировочное чучело. Базовую технику, Ноэль, обычное чучело не подойдет. Как бы там ни расставляли, Ноэль одним махом с ними справится. Одним махом? Это же Ноэль, дайте-ка подумать, как бы мне их установить. А, знаю, подождите немного. Окей. Окей, это забавно. Вот так будет лучше для Ноэль? Точно не слишком ли сложно? Может, чуть-чуть их так много? Пожалуй, их слишком много. Уборки потом предстоит много. Ну, сейчас мы, короче, развалим эти чучела. За Ноэль. Ноэль, ты не все сразу хочешь порубить? Ну да, мы знаем, что, типа... В смысле, на время? А сколько времени надо на это все? Подождите, я, кажется, понял, как это сделать. Да, блин, немножко не успел. Но я понял, короче, как это делать примерно. То есть, нам нужно встать сюда. И затем просто сделать все вот так. Кто бы мог подумать, Сепар убила? Да. Это, видимо, нужно было просто задержать базовую атаку, чтобы пройти это... задание. Уборка закончена. Вот это сила. Спасибо. Для меня очень ценно получить похвалу от самого почетного рыцаря. Но моя сила единственная, на что я могу полагаться. Всякий раз, когда я тренируюсь с рыцарями, не знаю, как ее применить. Даже если ударяем, чем сильнее, чем мой оппонент, я все равно в конце проигрываю. Как бы я ни старалась, я не могу пройти рыцарский отбор. Почему? Я не понимаю. Потому что тебе нужно стать еще сильнее. Сильнее? Да, по сравнению с почетным рыцарем, победившим уже с бурей, я действительно недостаточно сильна. Научи меня, почетный рыцарь, как ты обычно тренируешься. Я добываю руду по всему таймату с помощью одаручного меча. Руду, ты используешь меч, чтобы добывать руду. Вот как ты укрепляешь мышцы рук. А по сути, между рудными жилами сражаешься с монстрами. Вот как тренируется почетный рыцарь, я должна попробовать. Это не так легко, как ты думаешь. Ничего страшного, доверься мне. Давай попробуем. О, боже мой. Вот сила на элита, эта ветка мне очень нравится. Сила на элита, вообще, конечно, забавная тема. Давайте мы выдвинемся с вами к нужной точке. Вот это ближайший чекпоинт. Хм, и попробуем ее научить добывать руду. Хе-хе-хе, окей. С помощью одноручного меча. Хе-хе-хе, это забавно. Хе-хе-хе. Ну, самое смешное, но это забавно именно потому, что это является правдой в некотором роде. Потому что иногда и правда руду добывают одноручным мечом. Но чаще, конечно, двуруком. Что же я с вами поделаю, щеклятня? Давайте потренируемся на этих рудных жилах. Так, я взял? Да, я взял рыбку, хорошо. Направляйтесь в место рождения руды. А я смогу эту руду потом собрать? Прикиньте, это бесконечный источник фарма руды будет. Но мне кажется, ее нельзя будет собрать. Это было бы слишком круто. Если бы можно было бесконечно фармить руду здесь. В этом ивенте. Так, я надеюсь, мне выносливости хватит. Да, вроде хватает. Правда, с другой стороны, тут надо бегать постоянно к этой жиле. Ну, погнали, разберемся. Подожди, что это за царевич здесь? Что ты тут делаешь, братан? А, просто сидит, ничего не делает. Вот они, давайте соберем тут всю руду. Ну, так, и нам в Занаэль надо быть, то есть собирать, да? Как я понимаю, да, так и есть. Соберите железную руду Х3. Да, видите, из них не выпадает. А нет, подождите, выпадает руда. Тут монстры водят тебя. Сражение с монстрами, это тоже часть горного дела. Предоставь это мне. Это у нас щит, как я понимаю, то есть нам пофиг, в принципе. Да, не успел прочитать, что там за диалог был с Паймон. Давайте просто задержим сильную атаку и забьем быстренько слайма. Так, и мы можем еще, получается, продолжать поиски руды. Ну, реально, здесь можно фармить обычную руду бесконечно, это офигенно. Еще монстры, это Митачурл. Давайте ульту. Сильные монстры, осторожнее неялись, здесь уже бывали обвалы. Господи, это было очень быстро. А, камни падь большой. На дно ущелья посыпались огромные валуны. Это, это из-за меня? Да нет. Возможно, это просто совпадение. Ну, ща мы расчистим завал. Это рыцарь, это Фавонио, спереди. Давайте спросим, что случилось. Ну, я могу расчистить, ну, за Наэльку, наверное, эту тему. Белинда, здравствуйте. Я пришел расчистить завал. О, какой камни пад. О, госпожа Белинда, это вы? Ха, это вы, Наэль, и почетный рыцарь. Вы не ранены? Нет, не волнуйтесь, я уже прошла опасный участок во время патрулирования. Хотя здесь часто случаются обвалы, но я впервые за службу вижу такой сильный. Вы не видели ничего подозрительного? Совсем нет. Ну да, вряд ли человек мог устроить такой сильный обвал. Вот только это будет сложно расчистить. За этим обвалом находятся богатые рудные жилы. Рудные жилы! Рудные жилы? Именно, нужно срочно эти люди расчистить завал. Иначе мы будем добывать... Иначе как мы будем добывать руду? Руду! Руду? То есть мы можем добыть руду, если расчистим этот завал? Да, именно так. Но сначала о таком крупном завале необходимо сообщить ордов Овониос. Поручите это мне, и я справлюсь. А? Зацени, как это делается. Бум! 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 Изи-бризи. Она просто порубила все камни в песок. Осторожно, как лавачурл с каменным панцирем. О, серьезный противник, наконец-то. Лавачурл. Он, наверное, обвал устроил. Думаешь? Мне кажется, это я сделал. Я побегу за подмогой. Он хоть и большая не посили, и мы не уступ... А, не уступлю она, это она говорит. Так, щит активировали, хорошо. Если одолею, то можно будет... Да-да-да, не вопрос. В принципе, урон нормальный. Но с ультой, конечно, было бы интереснее. Давайте мы это и сделаем, как раз с вами. Ну и сейчас мы его просто развалим на куски. Давайте еще ультой-то все подкрепим. Нормальный такой демошу этой барышни. Можно передохнуть, ну эээ. Так, и теперь нам надо собрать руду. Раз, два, три, четыре. Еще так много тренировочных целей осталось. А, где еще враги? Да, она про руду говорит. Расслабься, Паймон. Ну и халявная руда причем. Тут даже кристаллы можно собрать. А серебро мы будем добывать или нет? Так, еще обломочка в парочку заберем. И где у нас оставшиеся еще обломки? Угу, ну вижу. Так, еще пара обломков кристалла заберем сейчас. И осталось последний добыть, в принципе. Да блин, залезь наверх. Игра. Подвисло что-то немножко. Видимо, что-то прогружалось. Фух. Готово. А, значит, тренировочными целями были рудные жилы. А, да. Вы в порядке, Нуэль, вы... Ты не ранена. А, все отлично, должна сказать. Плечи болят чуть сильнее, чем после обычной уборки. Неужели уборка в Ордово Вониус такая тяжелая? Мне стыдно признать, мы стараемся не сильно утомлять Нуэль, но... Когда мы возвращаемся из похода, оказывается, что она одна вычистила весь штаб. Но это входит в обязанности горничной Ордово Вониус. Я должна серьезно подходить ко всем аспектам тренировок, если хочу стать настоящим рыцарем. Почетный рыцарь, как я справилась с тренировкой по добыче руды? А, ты справилась лучше, чем я... Не, мы будем говорить ей, что она, типа, недостаточно сильна. Мы, конечно, ухудшим с ней отношения, но... Мы будем, возможно, двигаться по ветке еще большей силы. Ты справилась лучше, чем я предполагала. Признаться, сначала я... Правда? Значит, я справилась с тренировками по твоим руководствам? Какая честь для меня. Давай в следующий раз пойдем добывать труду вместе. Да, окей, не вопрос. Ну и все, это первая концовка, как я понимаю, была. Итак, заспытание сил непоколебимая горничная. Просто кучка камней. Хорошо, это было неплохо. Тут, кстати, еще один кусок камня валялся. Блин, офигеть, и руда еще переспавнивается. Вот это офигеть. То есть здесь реально еще переспавнилась вся руда вообще. Но, кстати, та руда, которая оставалась, она здесь не заспавнилась. Так, хорош. Давайте еще заберем здесь. Подожди, а где... А вот, 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 нет, все-таки она не исчезла. Я ее забрал. Окей, хорошо. Вон там еще один кусок, кстати, я не собрал, видимо, который добыл. А теперь мы давайте заберем награду в первую очередь и пойдем по с вами по второй ветке. Так, Ноэль. Забираем награду первую. Пять невесомых блинчиков, пять опыта героя, но дальше будут награды более щедрые. Посмотрим, какие у нас ветки здесь. У нас, собственно, есть с вами ветка, получается, тренировочная площадка ради силы. И на тренировочной площадке мы сможем выбрать еще одну ветку. Давайте перейдем на тренировочную площадку, начать встречу. И пойдем с вами по, получается, следующему винтику. Посмотрим, чем это все может обернуться. Откроем с вами вторую концовочку. Так, вот мы на тренировочной площадке. Давайте спустимся. Так, хорошо, спускаемся вниз. Подходим к точке. Сейчас тут заспавнится Ноэль. И мы с ней поговорим и скажем, что ей не нужно больше силы, а нужно что-то другое. Почетный рыцарь, Редда Павониус, технику, чучело. Не расставляли одним махом. Дайте их установить. Подождите немного, окей. Все. Поставили чучело. Сейчас нам надо будет тут еще раз развалить. Не слишком сложно, много. Предстоит немного, но окей. Изи-бризи. Так, дают нам Ноэльку. Ну и мы уже, как мы знаем, просто по рабочей схеме. Блин. Из-за пролагов я не могу вовремя все уничтожить. Ну ладно. Все, изи-бризи. Так, теперь давайте мы посмотрим, что еще у нас есть. Да-да-да, я тоже все слышал. Вот это сила. Единственное, что полагаться, применять в конце, проигрывая, бла-бла-бла, не понимая. Не хватает боевого опыта. Боевого опыта. Ты же всегда работал в горничной в Монштадте, верно? Ты ведь редко покидаешь Монштадт ради тренировок. Первое. Похоже, что да. Если я буду покидать город, когда захочу, то не смогу помочь людям, которые в это время будут нуждаться во мне. Ну это правда, у меня нет реального боевого опыта, где можно его получить? Ээээ... Можно начать со слаймов. Слаймы в окрестностях, доверь их мне. Вот, новый уже и вентик идет. Сила Ноэль, теперь нужно слаймов убить. А потом мы сможем еще, видимо, к одной ветке выйти. То есть не только со слаймами сражаться, но еще и с этими. С кем-то еще. В окрестностях Монштадта походить. Хотя, возможно, эта ветка опять нас выведет к сбору руды. Фиг его знает, опять же. Но мы сможем посмотреть после того, как откроем следующую концовку, вот эту. О, руда халявная, кстати, магическая. Так. Каменные слаймы. Попробуем здесь, начнем с гео-слаймов. То есть мы должны сейчас еще несколько видов слаймов убить. Ой, на время? Серьезно? Ладно, поехали. О, она им очень быстро щиты проносит. Давайте просто тогда задержим клавишу. Так будет проще справиться с... Слаймами. Где последний? Вот он. Ничего, проще, проще ванильку и чумель. Подожди, руда. Надо собрать руду, раз уж мы здесь. Найдите следующую цель тренировки. Следующие будут, видимо, слаймы другого вида, скажем так. Сейчас я только быстренько еще соберу различные фрагментики. Ну, вроде все. Та оруда мне не особо сейчас нужна, тем более не могу ее добыть за наэль. А, там нужен огненный персонаж. Подожди, а кто это там сидит? Подожди, грустная Лилиана. А что ты делаешь? Мясо, сырое мясо, это то, что мне нужно. Окей, не вопрос. Сразу же, как найдешь, я уже нашел. Ну, что, нашел? Да-да-да, нашел, держи. Дай посмотреть, отличная работа и халявное задание у нас выполнено. Еще и, получается, деньги заработали. Небольшие, но пойдет. Кудете, с нами потевались. Так, мне нужно, как я понимаю, сейчас витриные штуки собрать. А, нет, не нужно. 11 секунд, а что так мало? А что я должен сделать здесь? В смысле? Как я должен был за такое маленькое время справиться с земляными слаймами, объясните мне, пожалуйста. То есть, мне дали очень мало времени, и при этом слаймы, они же взрываются в землю. Их не очень-то легко победить. Может быть, это хотели показать, что, типа, не каждый эффект пробивает то, что надо, типа. Блин, я не хочу больше руду собирать, потому что надоело. Следующая цель, неужели глаз бури? Ты издеваешься, что ли? Игра. Это невозможно пройти, вы что, угораете? Ну, посмотрите, как я мало урона наношу, это нереально. Так, чё-то я не понимаю. Как я должен глаз бури? О, нет, глаз бури хочет сбежать. Поговорите с Наэль. Как я понимаю, это, типа, по сюжету, то, что она провалила два испытания. Ух, он был слишком высоко, я не могла его достать. Если бы только Эмбер или госпожа Лиза были здесь. Ну, нет, я должен думать, что рыцарь должен опираться на собственные силы. Я бы тоже на том месте, я тоже попросил помощи Эмбер или Лизы. Ну, даже не знаю. Да, но... Силы одного рыцаря ограничены, поэтому был создан орден. Только в команде можно раскрыть силы каждого рыцаря по отдельности. Эм, да, второй вариант. Действительно, я себе сражалась сейчас вместе с тобой. Братство ордена дружное и сплоченное. Это самая твердая опора ордов Ивониос. Так написано в восьмом пункте руководства для рыцаря ордов Ивониос. Я так не думала об этом. Последнюю цель нашей тренировки может выбрать сама. Сама думаешь, у меня получится. Выбор подходящего противника это тоже часть тренировки. Правда, я подумаю. Мне нужно избегать слишком сильных противников и продумать взаимодействие в команде. Ага, знаю. Магистер Джин говорил, недалеко из лагеря Хиличурлов, которые часто нападают на странствующих торговцев. Хотя изгнанием Хиличурлов занимаются старшие рыцари. Не может быть, в этот раз смогу и я. Давай сделаем это вместе. Да, вместе. Только, пожалуйста, можно и на время? Следуйте за Хиличурлом к лагерю. Окей. Нам куда-то сюда надо идти. А за каким Хиличурлом я должен следовать? Подождите-ка. И у нас теперь целых пять героев есть в отряде нашем. Так. Ну, это, собственно, наверное, и есть лагерь. Ноэль! Ноэль! Кто это там уже бегун? О, смотрите, сейчас время уже не идет. А че такой жирный, братан? Так. Мне нужно победить всех Хиличурлов. Возможно, они сделали их настолько жирными, чтобы специально мы использовали с вами... наших героев. Блин, я же нажал ульту. Ну, не ульту, а активный навык. Ну да, Джин у меня наносит больше урона явно. Да мне даже Байдоу, если взять элементальные навыки, наносит урона больше. Чем Ноэль. Видите, у меня намного больше урона Джин наносит, чем Ноэлька. Но в ульте, конечно, Ноэль меня переплюнет, я думаю, по дэмаджу. Так, разобрались с этими чувачками. Да, давайте ультану. Че, какие проблемы? Все, разобрались вроде бы. И кто-то там просил помощи. С Хёнингом поговорить. А, вот Челу есть, окей. Здорово, Хёнинг. У него винтовка, кстати, или мне показалось? А, это Калчан. О, хвала Барбатосу, помощь подоспела. Спасибо вам, Ноэль и почетный рыцарь. Если бы не вы, не знай, что случилось бы. Главное, что все в порядке. Вы здесь, чтобы спасти меня, правда? Мы тренировались неподалеку, когда услышали, что вы кричите мое имя. К счастью, мы успели. Вы действительно узнали Ноэль с такого расстояния? Ага, думаю, я хотел сказать что-нибудь типа «Спасите» или «Барбатос, помоги». Но получилось, Ноэль, я сам этого не заметил. Наверное, это потому, что в Монштадте мы привыкли звать Ноэль, если сталкиваемся с трудностями. Вы слишком зависимы от нее. Ничего страшного, для меня честь помогать людям. К тому же, благодаря этой привычке я смогла услышать крик господина Хьюнинга. Но хорошо, что эти хиличурлы не были очень свирепыми. Я смогла с ними справиться. Не очень свирепыми? Я был так напуган, что не мог и пошевелиться. Эм... Ты стала сильнее, Ноэль. Эти хиличурлы не были слабыми. Ты стала сильнее, Ноэль. Правда? Я просто сделала то же, что и всегда. Это была не тренировка, ты защищала человека. А, ну да. И действительно, не могла допустить, чтобы господина Хьюнинга ранили. Значит, многое зависит от цели. Защита людей, вот источник силы, Ноэль. Точно, вы правы. Когда Ноэль помогает нам, она становится еще сильнее, чем на тренировках. Ам... Но это все равно не причина для того, чтобы так зависеть от нее и не прикладывать все на ее плечи. Давайте первое. Ха-ха. Конечно, конечно. В любом случае, спасибо мамам обоим. Ничего, я просто выполняю свои обязанности горничной. Ноэль, горничная рыцарь и орда фуонию, с вашим услугом. Это, как я понимаю, была вторая концовка, да? Да. Достижение. Таков мой долг. Сила защитника в его воле. Сила эта живет для того, чтобы защищать. Окей. Хорошо. А давайте получим награду камешки. И пойдем на следующую концовочку. Так, получаем камни истока. Выбираем веточку и смотрим, есть ли разветвления. Нет, это конечная ветка. То есть, чтобы там не выбрали, это все будет вести к одному исходу событий. Давайте начать встречу. Нажимаем. Путь рыцаря орда фуонию, встреча на Эль. Окей. И теперь с вами стелепортируемся в... Получается... Давайте попробуем как-нибудь грубо с ней общаться на этот раз. Может быть, это выведет нас к следующей концовке. Я не знаю. Пока что настроение не зависит вообще никак на квесты. То есть, какой бы ни было персонажа к вам сердечек, сколько бы у него к вам не было, все равно все сводится к одной фигне. Давайте выдвинемся к Ноэльке, возьмем у нее следующую ветку. Почетный рыцарь, здравствуй. Да-да-да, привет, Ноэль. Так, это мы все с вами скипаем сейчас. Наконец-то мы встретились. Горничная. Есть горничная? Прошу прощать. Да, это мы уже читали. Статус горничная. Рыцарское обучение. Рыцаре Искорку, ты очень усердно трудишься. Боялась. Улица. Бла-бла-бла. Тренировкой. Давайте сейчас скажем. Знаешь, тебе ведь не обязательно становиться рыцарем. Это твой совет, как старшего рыцаря. Но будучи горничной, я могу выполнять только мелкие поручения. Орда Фавониус, это самый крепкий щит Манштата. Как я могу защищать людей, если буду заниматься только мелкими делами? Вот почему я хочу стать настоящим рыцарем. Я хочу, чтобы тоже было людей возможность помогать людям. Вне зависимости от того, насколько мелкими кажется поручения, кто должен их выполнять. Я тоже часто горничаю, это уважаемая профессия. Я бы тоже хотел ею быть. О, хорошо. Давайте второе ответим. Правда, ты почетный рыцарь. Я все время выполняю немелкие поручения других. Я думал, это почетный рыцарь всегда занят важными проблемами, такими как уже с бури. Дают опыт, необходимый, чтобы обрести силы борьбы с могучими. Ты ведь не против в небольших поручениях, так ли? Ну да. На самом деле, каждый раз, когда я тебя вижу в Монштадте, ты все время куда-то торопишься. То есть ты все время торопишься помогать другим? Давай вернемся в Монштадт и посмотрим, нет ли людей, которым каждая маленькая поручения, это часть твоей тренировки. Давайте вот это ответим. Хорошо, давай поскорее отправимся в Монштадт и начнем тренировку. Окей. Обучение горничное, следуйте за Нейль. Подожди. Тут надо пешком идти за ней, понял. Ооо, какая ты медленная. Взгляд на вещи меня многому научил. По-моему, я просто пытаюсь. Я буду делать, как ты говоришь. С сегодняшнего дня я буду считать всю свою помощь людям с их маленькими поручениями части своих тренировок. Такой образ мыслей наполняет меня энергией. Ого, вот эти мотивации. По-моему, я просто ее сбагрил. Нейль, ведь энергия, она будто мне скорее, дайте мне поручение. Мы даже синхронно идем, вы посмотрите на нас. У нас ноги даже синхронно двигаются, практически идентично. И руки при этом тоже одинаково качаются. То есть тут, по сути, получается у всех персонажей... Есть тут кто-нибудь? А. Кто это? Там уже бегу. Кто-то просит помощи. Так. Отслеживание сразу. Найдите источник крика о помощи. Это ты кричал, что ли, братан? У тебя телегу разломали, и ты, типа, повопил из-за этого. Тише, 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 не волнуйся, дыши глубже. Фу, фу, меня спасли. Яна Эль, успокойтесь, господин. Вам ничего не угрожает, я не дам вас в обиду. Скажите, откуда вы? Кажется, мы не встречались в Монштадте. Спасибо, я не из Монштадта. Я Алоис, странствующий торговец. Алоис. Я направился в Монштадт, чтобы закупить партию знаменитого местного вина, потом продать его в Лиэ, но вдруг... Что вдруг? Ну, вдруг на полпути мне встретились вирепые монстры, ужасные монстры. Они были в два раза, в два моих роста высотой. Я был так напуган, что бежал, пока не упал. И вот я здесь, какое счастье, что я встретился с вами, с горничной. Не беспокойтесь, господин Алоис, до Монштадта совсем недалеко. Хотя я всего лишь горничная, с таким небольшим заданием, как сопроводить гостя в Монштадт, я справлюсь. Сопроводить меня в Монштадт замечательно, пойдемте же. Подождите, раз вы странствующий торговец, где ваш багаж и товары? Не волнуйтесь, сколько бы багажа у вас ни было, я все отнесу. Багаж, товары? А, да, точно, я только что встретился с монстрами, так, вот тогда-то я потерял все вещи, я могу поискать их. Не, не нужно, те монстры очень свирепы, высотой с три моих роста, ты говорил, с два роста. Не волнуйтесь никакие, наш почетный рыцарь, он всегда поможет, кто бы ни, как бы ни был страшен монстрам. Почетный рыцарь? Вы из рыцарей Зордов Ивониус, где вы видели этих монстров? Ну, я точно не помню, я просто бежал, наверное, около вон того перекрестка впереди, но я не уверен. Хорошо, я скоро вернусь. Подожди, ай, в груди больно, наверное, от отбега, давайте вернемся туда потом. Больно в груди, я помогу вам, держитесь за мою руку и медленно ложитесь. Вам нужно отдохнуть, я вас осмотрю. А, я может быть. Прошу прощения, никакие, но мне нужно остаться здесь и присмотреть за этим господином. Пожалуйста, разберись с монстрами, только осторожнее. Прикольно он притворился. Нет, нет, все хорошо, мне нужно немного отдышаться и все. Так не пойдет, если вы действительно... Окей. Так, мне надо осмотреть перекресток. Подожди, ну телега же вот у тебя здесь стояла где-то. Это раз не твоя телега? Видимо, нет. Ну, погнали, посмотрим на багаж. Если что, принесем. Ну, либо Ноэль позовем, она принесет. Даже я использую Ноэль, да? Так, мятку взяли. Что ты делаешь? Какой-то фигней страдает, челик. Так, ну нам надо двигать с вами в долину ветров. Куда-то сюда и здесь что-то типа есть. Я ничего не вижу. Странно, нет никаких следов большого монстра. Он говорил с три его роста. Запомнили? Так, и что мне здесь надо делать? Вот, собственно, телега. А, вот они! Это не монстр с три твоих роста высотой. Это слаймы, чувак. Серьезно, он испугался слаймов? Ну, хотя обычному человеку наверняка даже с слаймами не справиться, потому что у него оружия нету. Чем он будет с ними справляться? Ты говорил про монстров высотой в три твоих роста. Где они? Я слышу там этого, теличурла. Это всего лишь все мои обычные слаймы. Что, серьезно, это все? Эти руки не видно никаких товаров. Может, мы не туда пришли? Давай вернемся к Ноэль. Что-то мне кажется, этот чувак может быть бандосом и обманывать нас. Либо он просто хочет, чтобы, не знаю, там Ноэль ему в чем-то помогла. Блин, это странно. Но он с Ноэль вроде все в порядке. Вон она там стоит. Но чувака нигде нету. Видимо, он ушел. А нет, вот он появился, окей. Госпожа Ноэль? Вы так быстро вернулись. Ты действительно опытный рыцарь. Вы не нашли груз господина Лоиса по дороге? Только несколько монстров. Так там были монстры. Я же говорил, это опасно. Никакие, ты в порядке. Монстры точно были не в два человеческих роста с высотой. А, я имел в виду, когда они прыгали, были в три, в два раза выше меня. Так, в три или в два? Почему вы меня так смотрите? Даже если это были просто слаймы, я все равно не мог их победить. Да, я понимаю, чувак, расслабься. Ну что же делаете, если даже почетный рыцарь не может их найти? Ах, что ж, глупо думать, что бродячий торговец может избежать таких неприятностей. Хе-хе. Видимо, мы с масштатом не созданы для друга. Может, в другой раз? Не очень жаль в таком случае. Я должна попросить вас пойти к рыцарям Ордов Ивониус, оставить информацию о уделенных вещах и количестве. Рыцарь Ордов Ивониус, делай все возможное, чтобы помочь вам найти пропажу. О-о-о! Нет, нет, я могу обращаться к рыцарям Ордов Ивониус, не могу. Это слишком мелко для них. Напротив, заботиться о гостях Монштадта это обязанность рыцарей. Я же, будучи горничной, должна встречать и провожать гостей. Или, по какой-то причине, не можете обратиться в Ордов Ивониус. Нет, что вы, совсем нет! Нет, Наэль, можно тебя на минутку? Мне кажется, он бандос. Да, что случилось? А, этот тип мне кажется подозрительным. На самом деле, мне тоже. Откуда, пока у нас нет доказательств, мы не должны сомневаться в других. Этот господин ищет помощь у ворот Монштадта и делает его гостем города. Я должна сделать все, что входит в круг моих обязанностей. Справедливо. Спасибо за понимание. Что вы обсуждаете? Что мы будем делать? Простите, что заставили ждать. Мы же все обсудили. Пора отправляться в Монштадт. Так. Окей. Можно еще метки натырить здесь. Вернитесь к воротам Монштадта. Но это, кстати, не самое быстрое задание. Ивентовое. Пройти бы успеть его за сегодня, на самом деле. Ну, постараемся. Мяту еще надо собирать, чтобы готовить потом из нее блюдо. Так, я в ворот. Что стражники скажут насчет него? Вы его не знаете? Он не воришка, никто такой. Ах, почетный рыцарь Иноэль, вы вместе были на задании. Кто это с вами? Меня зовут Алоиз, я простой странствующий торговец. Монштадт приветствует тебя, незнакомый, но почтенный гость. Просим вас назвать свою личность и цель приезда. Орда Фавониус позаботится о вашей безопасности. А, я приехал в Монштадт купить вино, чтобы продать в Льюэ. Водка, а где же ваш товар? Я не вижу вашего имени в списке торговцев вином, что обычно посещают Монштадт. Я в Монштадте первый раз, но я планировал часто приезжать сюда. Хорошо, в таком случае будьте добры, предъявите документы департамента по делам граждан Льюэ. Мне нужно подтвердить вашу личность. Что? Это еще что за... А, ну да, конечно, я оставил их в багаже. В багаже? К сожалению, на этого господина напали чудовище, и он потерял весь свой багаж. Скажите, вы не могли бы позволить ему для начала остановиться в городе, а потом зарегистрироваться у рыцарей? Хм, согласно 10-му пункту руководства для рыцарей Орда Фавониус, по отношению к незаконным иностранным гостям необходимо быть осмотрительными. Но согласно 2-му пункту руководства рыцарей Орда Фавониус, мы не должны обижать гостей, верно? В таком случае... Хм... Кажется, в руководстве для рыцарей Орда Фавониус о таком не сказано. Это, как я понимаю, еще одна развилка, да? А, я присмотрю за ним, все будет хорошо. Хорошо, раз вы присмотрите за ним без проблем, то проблем возникнуть не должно. В конце концов, это наш почетный рыцарь, спасший масштаб от когтей и безумешивая ужаса бури. Ужаса бури? А... В несколько твоих ростов высотой. Ха-ха-ха, хорошая шутка. Я не шутил. Тогда посмотрите, пожалуйста, за этим господином, пока он в городе. А вторая ветка, это, видимо, чтобы на Эль за ним присмотрела. Направляйтесь вдоль ангелов. Господин Ларис, раз уж вы торгуете вином, у вас наверняка хороший вкус. Не хотите ли отдохнуть с нами вдоль ангелов? О, такой теплый прием, как я могу отказать? О, мне не придется внутрь заходить, зашибись. А, вдоль ангелов, все эти бочки наполнены знаменитым штатским вином. Если бы его можно было имитировать. Имитировать? Ой, то есть импортировать, конечно, импортировать, ясно. Вот ваше вино. Это коктейль на основе вина из-за дубанчиков. Я попросила трактильщика добавить лилюкалу для успокаивающего эффекта. Вы устали с дороги, холодные напитки могут быть вредны для желудка. Поэтому я попросила поменьше льда, надеюсь, вам понравится. Успокаивающий эффект? А, он хочет типа рецепт вина украсть, как я понимаю. Вы угощаете вино всех с гостей города. А, так Найль проявляет гостеприимство. Оно приготовлено специально для вас. Что? Потому что вы знаете, что я заинтересован в масштабских винах? Разве не так? Все верно, просто заинтересован. Ладно, хватит об этом. Это вино я только что напомнил мне, как сильная голоден. Конечно, вы же ничего не ели. Это моя вина. Я должна была поделиться с вами блинчиками еще по встрече. При встрече. Не переживай, давайте пойдем в хороший охотник и поедим. Да, да, пойдем. Может быть, он все-таки не такой плохой парень. Может быть, даже он исправится в момент нашего путешествия по городу. И типа, будет нормально себя вести. И нам не придется ему отдавать сбычку. Может быть, ты изменишь свое мнение? Может, ты из Фатуи изменишь свое мнение о представлении рыцарях Монштадта? И типа, станешь более добрым и лояльным по отношению к нам? Посмотрим. Итак. Какой аромат! Даже если хочешь торговать Монштадтским вином, то без Монштадтских закусок не обойтись. Возможно, получить рецепты будет проще, чем узнать процесс изготовления вина. А процесс изготовления будет проще получить? А, я имею в виду вино из-за дуванчиков производится по универсальному, уникальному рецепту. Его сложно сымитировать. Вот почему мы, торговцы, можем закупать вино с спокойной душой. О чем это я? Давайте посмотрим, что в меню. Так много блюд, что сложно выбрать. Я могу помочь. Да, конечно. Что мне взять? Что вы предпочитаете, господин лоя, из мяса или птицу? Все подойдет. Мясной стейк здесь готовит из свежего мяса кабанов, что водится рядом со Спрингвейлом. Рекомендую заказать стейк средней прожарки. В нем сохраняется естественная сладость мяса. Другое особое блюдо этого ресторана. Цыпленок в медовом соусе. Крустящая корочка, нежное мясо прекрасно подходит к вину. Но и сами по себе эти блюда не очень полезны для здоровья. Рекомендую добавить к ним грибную пиццу и питательный салат. Если вы не возражаете, я закажу, чтобы загладить свою вину. Я угощаю. Ох, это слишком щедро, как будто... Пожалуйста, наслаждайтесь. В конце концов, это ваш первый обед здесь в качестве гостя. Он же последний. Я не могу быть неучтивой с вами. А подож... Вы всех гостей так угощаете. Эээ... Это специально для тебя? О, это правда мой последний обед. Конечно, ваш последний обед в качестве гостя. Наслаждайтесь. Ах, вот как. Ну тогда я съем побольше. Эээ... Так это последняя остановка, да? Подождите, а что я должен запомнить? Так, что-то интересное вырисовывается. Ну давайте посмотрим. Направляйтесь в силикале репей ветра. Пожалуйста, Нейль, твой заказ. Спасибо, мисс Марджери. Господин, пожалуйста, примите этот сувенир. Хе-хе-хе, спасибо, я буду хранить его. Эээ... Подождите, на нем вырезан герл Бордов Овониус. Я Ноэль Горничная, представляющая Монштадт Бордов Овониус. Дождественно приветствую вас в этом городе. Подожди, ты же Горничная. Как ты можешь быть членом Ордов Овониус? А... Она будущий рыцарь Ордена. Так, так этот подарок тоже? Эээ, это специально для вас. Так это предупреждение. Боюсь, это все, что я успела подготовить. Он веселым запомнится ваш визит в Монштадт. Теперь, пожалуйста, пройдемте со мной в штаб Ордов Овониус. Легистрации требуется всего лишь... Он убежит, сейчас, зацените. Нет, не нужно, я внезапно вспомнил, где потерял багаж. Да, в таком случае нам нужно доложить об этом рыцарям. Не, не, не надо. Раз опасности больше нет, я сам его найду. Да, а как же, ужасные монстры. Чтобы обеспечить вашу безопасность, я считаю, один из наших рыцарей должен сопроводить вас. Возможно, еще рановато, но... Идемте, я вас сопровожу. А-а-а-а! А-а-а-а! Позволь мне. О, Никакей, ты хочешь пойти с господином Алоисом? Тогда могу быть спокойна. В таком случае я доложу об этом господину Свену. Давайте чуть позже встретимся у ворот. Пожалуйста, позаботьтесь о господине Алоисе. Окей. Ну, че, пацан, расскажешь мне все, как обстоит на самом деле? Или мне тебя чик-чик-чик-чирикнуть, а? Или просто избить, я не знаю его. Ну, или, не знаю, пытать, тоже вариант, как бы. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. Так, сопроводите Алоиса из Монштата. Мне кажется, она сейчас убежит просто. И мы будем за ним бегать. Рассказывай, пока не поздно. Последний твой шанс. Ну, вот и все. Это конец. Вокруг никого нет. Хочете сказать, что это подходящее место? Если ты все понял, то мне нечего сказать. О, помилуйте, доблестный рыцарь, помилуйте. Я скажу, я все скажу. Я лишь хотел попасть в Монштат, чтобы узнать, смогу ли сымитировать вино из-за дуванчиков. Я не ожидал, что вы сразу раскусите меня, но я ничего не сделал. Я только хотел обмануть, но ведь не обманул. Может, я все-таки не заслуживаю смерти. Или никто не собирался меня судить. Вот почему вы не раскрыли меня в городе? Вы просто искали места, чтобы прикончить меня. Иди. Пощадите, доблестный рыцарь! Что? Я могу идти, правда? Больше не пытайся строить козни в Монштате. Конечно, кто посмеет, пока Егорыщина и вы рядом. Ты можешь посетить Монштат снова, когда станешь порядочным человеком. Да, конечно, я понял. До встречи, почетный рыцарь! Это, я понимаю, еще одна концовка? А нет, нужно еще к Нейль вернуться. Оказывается, у этого парня действительно не было благих намерений. С Тейтли говорите об этом, Нейль. Давай сейчас посмотрим, как она. Но можно рассказать, на самом деле, правду. Почему бы нет? Забавный парень, кстати. Я не считаю, что он такой же плохой, на самом деле. В нем есть потенциал хорошего человека. Никакей, ты вернулся. Вы не видели господина Лариса? Он уже ушел. Да, уже покинул Монштат, почему он так торопился? Я даже не успела помочь ему разместиться. Не представила ему других торговцев вином. Неужели я была с ним неучтива? Из-за меня у него осталось плохое впечатление о Монштате. Иначе почему он ушел, не попрощавшись? Я даже с таким маленьким заданием справиться не могу. Эм... Он замышлял недобро, и мне пришлось его выгнать. Замышлял недобро, и все было частью его плана. Я такая наивная. Вот только почему почетный рыцарь может разобраться с такими проблемами? Как я могу стать настоящим рыцарем Ордафавонио после такого? Окей. О, да, еще одна. Холодный прием. И всякая попытка гостеприимства завершается идеально. Как-то так. Ну, как я понимаю, это была вторая концовочка. Ну, то есть третья уже по счету у нас. И осталось еще три. Так, смотрим, это единственная ветка была здесь, или тут тоже раздвоение было? Да, смотрите, тут и правда есть еще раздвоение после теплого приема и гостя издалека. Давайте начнем с гостя издалека, начать встречу. И здесь можно выйти еще к одной ветке. Как я понимаю. Видимо, сейчас нам надо попробовать дать Нейль присмотреть за ним. Так, Нейль, кто это с вами? Лоис, Манштадт, Ордафавонио, позаботиться, бла-бла-бла, товар, бла-бла-бла. Часто приезжайте, документы в багаже, в багаже, господин Фрэф. Оставьте это Нейль, она справится. Но если Нейль готова за него поручиться, то я могу быть спокоен. В конце концов, Нейль самая ответственная горничная в Манштадте. Я просто делаю свою работу. Еще далеко до самой ответственной, но я буду стараться, будем стараться вместе. Только присмотрите, пожалуйста, за этим господином, пока он в городе. Сейчас проверим, как Нейль присмотрит за ним. Лучше, чем я или нет. И смотрите, как я понимаю, то есть мы идем, опять же, по тому же самому месту. Но, возможно, концовка сейчас будет другая. Потому что мы не с ним пойдем, а с ним пойдет Нейль. И посмотрим, что она нам расскажет, по сути своей. Да-да-да, это мы уже все видели. Вот ваше вино, одуванчики, вредные для желудка, успокаивающий эффект. Так Нейль проявляет гостеприимство. А, вот как! Голоден, конечно, вы же ничего не ели. Давайте пойдем в хороший охотник. Да-да, пойдем. То есть теперь его, по сути, проводит Ноэль, а не я. И, естественно, будет другая концовка. Интересно, чем это все закончится по итогу? Ну, именно в этой концовке. И потом нужно будет еще один выбор сделать. Последний. Так, давайте мы поговорим с вами с Сарой. Ну, не с Сарой, а подойдем сюда и поговорим с чуваками. Аромать, торговать, изготовление вина. Процесс изготовления вина. Я имею в виду виной за дуванчиком, спокойной душой, так много блюд, что сложно выбрать, я могу помочь. Что мне взять? Птицу, все подойдет. Здесь тоже мы все уже... Я угощаю щедро, как будто... Подождите, вы всех гостей проявляет гостеприимство. А, вот как! Куда пойдем дальше? Как насчет великолепия ветра? Я бы хотел, чтобы наша последняя остановка... Да-да-да, последняя остановка. Что за великолепие ветра? А, ну, опять же, это же... Лавка. Блин, нужно прям коснуться этого луча, даже рядом встать не хватает. Ноэль, твой заказ, мисс Марджори, пожалуйста, примите сувенир. Вырезан Орда Фавониус. Она горничная Орда Фавониус. Так это подарок тоже. Так Ноэль проявляет гостеприимство. Просто сувенир на память. Запомнился, висит Монштадт, зачем все делаете? Неужели вам не показалось, что все эти монстры и груши, это было ложью? Я всего лишь делаю работу горничного ордена. Вежливо и с почтением. Не советую демонстрировать подозрения или враждебно даже при соседних. И собеседник вызывает чувство... А, это новый диалог, смотрите, мы вышли в новый диалог. Вы гости из далеких краев и Монштадт, и должны мы приветствовать вас. Даже есть небольшая вероятность, что вы только что сказали правду. Нападение монстров, потеря документов, именно в такие моменты людям больше всего нужна помощь, не так ли? Если в такой момент отвернусь от человека, пусть ему и нечем подтвердить произошедшее. Разве я могу дальше называться горничный ордов Вонюс? Вот как, спасибо! Я должен покинуть Монштадт. Что, почему так скоро? Мы не нашли вашу пропажу, нет необходимости. Я вспомню, где потерял багаж, далеко-далеко. Не стоит лучше присматривать за вещами, я вернусь, когда буду заслуживать такого приема. Не уверена, что понимаю вас. Но если вы уверены, что может найти свою пропажу, то это замечательно. Ааа, ну хоть проблема решилась. Какое короткое путешествие. Ну спасибо вам за заботу и гостеприимство, я многому у вас научился. До встречи, Монштадт, до встречи, горничный ордов Вонюс. Ай, до свидания. Монштадт и я, Ноэль, горничный ордов Вонюс, будем ждать вас. А, то есть если я говорю специально для вас, то мы типа его запугиваем. А если я все-таки говорю ему типа про гостеприимство, то, видимо, это. То есть не играет роль того, что я выбираю. Либо Ноэль будет присматривать, либо я. Главное, что мы выбираем про гостеприимство. То есть гостеприимство Монштадта, и тогда мы его не запугиваем, и, соответственно, выходим на новую концовку. До встречи, госпожа гурничная. Выходя за порог, она всегда берет нежные намерения с собой. И мы, типа, его сейчас не запугали, и он шел добрым, хорошим, и, типа, вот, я так и знал этому парню, если его не запугивать, он... Хотя, если и запугать, тоже потенциал есть, на самом деле. Но это была легкая концовка. В принципе, можно сейчас собрать очередную награду. Осталось всего две концовки у нас. Давайте посмотрим, что это за концовочки вообще, в целом. Так, ну, эту верхнюю и нижнюю мы с вами полностью прошли. Осталось только перейти к последней концовке. Так, начать встречу. И постараемся сейчас выйти на новый уровень. Так, подождите, мне добежать здесь будет проще, или все-таки... С телепорт... Не, добежать будет проще, как я понимаю. Меня прям блинчиками закидывают в этом ивенте. Так, и сейчас, видимо, надо будет снова выбрать... А я не знаю, что там даже выбрать-то надо, по сути своей. Как выйти на третью концовку. Ну, если чё, всегда можно будет переиграть и отказаться от заданий, повторить, чтобы выбрать нужные варианты ответа. Если мы пойдём по той же самой ветке. Здорово, здорово. Горничный орда Фавониус, рыцарь горничной. Рыцарское обучение, расспроси членов ордена. Ты очень усердно трудишься, совет от почётного рыцаря. А, можно попробовать... Конечно, с чего начнём. Мнение старшего рыцаря. Обязанности горничной, чистка, уборка. Хм. Тебе не хватает отдыха. О, сейчас мы будем её проводить. Отдых, но у меня много работы. К тому же, я недостаточно хорошо натренирована. Всё свободное время я должна посвящать упражнениям. Блин, я хочу скорее стать настоящим рыцарем. Мне нужно стараться больше других. Настоящий рыцарь не должен забывать об отдыхе. Но время такой ценный ресурс. Если я буду просто отдыхать, мне будет стыдно. А, у тебя не будет времени на переосмысление. Периодический отдых помогает понять, насколько высокая отдача от тренировок. Во! Это правда. Я никогда об этом не думала. Отдых нужен для тренировок. Вот почему госпожа Лиза всегда пьёт после обеденной чай в библиотеке. Я поняла. А, боюсь, Лиза просто любит чересчур отдыхать. Что? Похоже на то. Забудь. Давай лучше выпьем чаю. Хорошо. И вот мы вышли с вами, видимо, на третью ветку. Сейчас я это проверю просто на всякий случай. М-м-м. Так, а как это проверить вообще? А, видимо, как-то... Сюда, потом задание легенд. Потом Ноэль. Потом выбираем ветку и смотрим, вышли ли мы на следующую ветку. Да, передышка есть. Отлично. И здесь должно быть тоже две концовки. Тоже не особо разветвлённый выбор. Самое интересное пока было с Чун Юнем. На самом деле. Да, блин, там диалоги с ней идут, а я не могу. Кстати, иконка Сары горит серым. Это значит, что мы, видимо, не можем взаимодействовать с Сарой, пока не выполним квест. Ну, или часть этого квеста. Хм. А завтра опять же продолжим проходить с вами по большей части испытания. Они как раз завтра должны обновиться. Новые какие-то задания появятся. Будем их проходить. Хм. И, возможно, появится ещё одна глава истории. Тоже вариант. Так, начался диалог. О, привет. Ноэль. Беатрис. Что случилось? Чем я могу помочь? Куин, Куин меня игнорирует. Не волнуйся, говори медленнее, я помогу. Я не заметила, что Куин в плохом настроении, и хотела позвать его развеяться и поболтать. Ну, как бы на свидание. Ах, на свидание. Вот какая у тебя проблема. Да, сегодня я несколько раз приходила к нему. Но, что бы я ни говорила, он сосредотачивается на своём ларьке и игнорирует меня. Ноэль, ты такая милая, все Монштадти это знают. Ты наверняка очень популярна, не могла бы ты помочь мне? Да, конечно, помогать жителям Монштадта мой долг. Вот только я, но в этой области у меня нет опыта. А, ты одинокая. Неужели ты не сможешь мне помочь? Не расстраивайся, пожалуйста. Я, у нас же есть почётный рыцарь. Почётный рыцарь, ты можешь помочь, Беатрис? Ну, ведь мы договорились, что сегодня у нас выходной. Мне так жаль. Но, будучи горничной, я до фуонюс не могу оставаться в стороне, когда людям нужна помощь. Когда-нибудь я хорошенько спланирую день, и мы с тобой отдохнём вместе. Значит, даже отдых нужно планировать. Но сегодня, пожалуйста, помоги мне найти решение для Беатрис. Ну, раз ты просишь... Спасибо. Давайте для начала проанализируем ситуацию. У меня голос уже садится. Да, Беатрис сказал, что Куин всё время очень занят и не слушает её. Но я знаю, что Беатрис всё время ищет способа болтать с ним. Куину кажется, что Беатрис опять пришла с пустяками. Ах, вполне может быть. Выходит, мы должны дать Куину понять, что в этот раз всё иначе. Например, подготовить для него подарок. Даже Куин заметит разницу, если принести ему подарок. Что же ему подарить? А... У вас же не сам подарок, а чувство. Да, мне кажется, какие-нибудь не были отношения для людей, подарок всё равно нужно подбирать правильно. Чувак, и у неё настроение повысилось из-за нас. Мне кажется, я нормально сказал, её не обидел ничем. Но у меня нет опыта в этой сфере, поэтому прислушаюсь к твоему совету. Тогда получай слишком большой выбор, не знаю, что подобрать. У тебя есть идея? Рыбный шашлычок подойдёт. Да, это действительно может привлечь его внимание. У меня есть рыбный шашлычок, поэтому держи. У меня их много, 97. Или это куриные? А рыбные у меня не так много, возможно. У меня один. Один последний шашлычок, чувиха. Держи. Эм, рыбный шашлычок. Раньше я часто говорила, что принесу ему обед, может это сработает. Ладно, раз уж Нейли рекомендует так сделать, я попробую. Окей. Надеюсь, Куин поймёт намерение Беатрис. Не знаю, сможем ли помочь в этот раз. А, давай передохнём немного. Да, прости, что наш отдых превратился в работу. Ах да, если хочешь поесть, дай мне знать, я приготовлю. У тебя отдых, помнишь? Ой, прости, это привычка. Вы наслаждаетесь отдыхом с Наэль. О, да, детка, о, да. Блин, я бы хотел себе Наэль как девушку заиметь в игре. Я все еще переживаю за Беатрис. А, поговорите с Беатрис. Ну, известно, Нейли за кого-то переживает, её не переубедить. Пойдём посмотрим, как там Беатрис. Я надеюсь, рыбный шашлычок подойдёт, реально. Чё-то не особо, видимо, помогло, да, Беатрис? Беатрис, прости. Беатрис? О, привет, Ноэль. Так вы с Куином, но сходили на свидание. Ой, не спрашивай. Я даже не успела вручить ему рыбный шашлычок, когда он пробормотал что-то про то, что не голоден и не будет есть. Как же я могу его заставить? Кажется, мне стоит попробовать в другой раз. Я, прости меня. В следующий раз я помогу тебе выбрать лучший подарок. Не надо, это должна извиниться я за то, что взвалила это дело на тебя. Если подумать, это так очевидно. Даже Ноэль не может быть совершенно во всём. Ты её бежаешь. Ты чё, Беатрис? Ничего страшного, не переживай, это не твоя вина. Мне нужно идти, это моя вина. Береги себя. Ноэль! Всё в порядке. Просто мне стыдно, я не могла помочь Беатрису. Ты не можешь знать всё? Конечно, но если я буду легко сдаваться, то в следующий раз кому-то понадобится помощь, я снова подведу. Может, я многого не знаю в этой области, но я хотелось, хотя попытаюсь узнать. Я пойду в библиотеку Ордов, его неустам, точно есть справочники о любви. В следующий раз в такой ситуации я точно смогу помочь. Это ещё одна концовка или нет? Нет, мы должны ещё с библиотекой в Ноэль. Сможете не СМА справиться с такой темой, как любовь? Я думаю, у неё есть потенциал в этом очень большой. Пойдём в библиотеку, не вестим её. Пойдём сбегаем, почему бы нет. Выйдем как раз на новую концовку, и нам останется пройти лишь на последнюю из концовок. И, соответственно, получить последние награды. Видимо, если бы я сказал, нужно подобрать с чувством подарок, а не просто рыбный шашлычок, то, возможно, была бы вторая концовка. Не так кажется. Блин, здесь опять наверх надо залезать. Блин, ещё в библиотеку заходить придётся, конечно. Ладно, пойдём. Пойдёмте поговорим тогда с Ноэлькой. Глядишь, чё-то, может быть, она и узнала, и правда... Господи, голос просто садится, капец как. Ну ладно. Может быть, чайку попить? У меня уже чая почти не осталось, правда. На пару глотков хватит. Вроде бы чуть полегче. Открываем дверь, заходим сюда. Ну и погнали разговаривать с Ноэль. Ну давай рассказывай, Ноэль. Чё там оно как? Раз уж вы заметили, то мне от её остается только принять вашу помощь. Вот как встретившись симпатичным тебе человеком нужны те способ заняться с ним общим делом. Эм. Хотя возраст ещё не позволяет мне пить вино. Мне нужно учиться обсуждать его сорта. Понятно, нужно быть интересным собеседником. Это привлекает внимание. Что ты читаешь? Ой, ой, извини, не заметила тебя, а так увлеклась. Я взяла в библиотеке все книги любви. Как я понимаю, ещё нет 18, и получается... Раз она говорит про, типа, про возраст. Если прочитать их, то даже я смогу в следующий раз давать рекомендации. Какие книги у тебя есть? Давай посмотрим, например, в Меланхолии, Веры и Сердце Родника. Все они в деталях описывают опыт любви. По моему опыту горничной, самый быстрый способ учиться, это обратиться к классическим примерам. Вот ещё книги, справочник о разговорах, таверни, быстрый способ обрести любовь. Они все связаны с практическим применением техник любви. Здесь даже есть книги по теории. А ещё есть вот это... О чём? Нет, нет, не, она ни о чём, её ещё рано читать. Понятно. Давай посмотрим другие учиться, надо последовательно. Например, вот это... О, я на том же самом! Благо это очень часто встречающаяся тема. Немного мы ещё нужно очиться. Понимаю. Понимаю. А, всё, это конец. Раскрытие темы любви займёт некоторое время. Хорошо. Так, и у нас ещё один момент пройден, ещё одна концовка точнее. И осталось последнюю концовку выбрать. Сюдой. А последняя концовка у нас получается в передышке. Главное намерение, могучее горничное невыполнимое задание. Начать встречу. Отдохните в хорошем охотнике. Ну, погнали сразу туда стелепортируемся тогда. И, видимо, в этот раз нам надо просто сказать, что надо подобрать подарок с чувством. Возможно. А может быть нужно что-то другое сделать. Я ещё не уверен. Возможно стоит сразу откликнуться на призыв о помощи. Типа не говорить про отдых. И, возможно, мы выйдем на следующую концовку. Фиг его знает пока что. Пока непонятно. Надо пробовать различные варианты и совершенно различные в этапах, скажем так. Возможно стоит сразу за Беатрис приглядеть и, типа, не отпускать её одну. И, если чё, помочь ей с отношениями. Так, отдыхать, бла-бла-бла, это мы знаем. Так, сейчас будет диалог с Беатрис. Наэль, Беатрис, что случилось, чем могу помочь? Игнорирует Куин, говори медленнее. На свидание, на свидание, проблема. Несколько раз приходила, игнорирует, все знают. Помочь мне, помогать жителям в этой области. Сделаю всё, что в моих силах. Спасибо. Проанализируем ситуацию, это всё уже, может, из-за той самой болтовни. Ах, вполне может быть. Выходит, мы должны дать Куину понять, что в этот раз всё иначе. Чё же ему подарить? Ааа, важный... Подарок нужен, чтобы передать чувства, поэтому следует тщательно выбирать. Я тоже так думаю. У каждого свои пристрастия очень важно подобрать правильный подарок, чтобы привлечь внимание человека. Я, например, люблю розы. А ты почётный рыцарь. Уверена, что изделие ручной работы. Ааа... Ну, давай лучше подумаем, что понравится Куину. Ааа, да, просто пытаюсь посмотреть на это с другой стороны. Куин, что же ему понравится? Если я правильно помню, Куин один из четырёх пьянчук Монштадта. Ааа, понимаю. Возможно, подойдёт что-то, связанное с вином, но что? Просто размышления тут не помогут. Давай пойдём к Маржоре и посмотрим, что у неё есть. Кхм, давайте вина ему просто подарим, и он будет благодарен нам по груб жизни. Кхм-кхм. Итак, выходим на последнюю концовку. Добро пожаловать, великолепи ветра. Даже Ноэль и почётный рыцарь. Кими ветрами я вас принесла, как увидишь, что Ноэль... Редко. Когда Ноэль работает, она занимается делами в одиночку. Но, закончив одно дело, она переключается на другое. Кажется, Ноэль не знает, что такое отдых. Ноэль, ты ведь уже не ребёнок. Если ты будешь тратить время на себя, не будешь тратить время на себя, в будущем будешь сожалеть. Я решила взять сегодня выходной. Вот только появилась небольшая проблемка. Да ты что, сегодня отдыхаешь с почётным рыцарем? Ой, как замечательно, это надо отметить. Наверное, ты решила выбрать подарок для почётного рыцаря. Вбирайся, что хочешь, у меня много интересных вещей. На самом деле, это я хочу сделать Ноэль подарок. О, не важно, кто кому дарит, важен сам факт. Перестань смеяться над нами. У нас с почётным рыцарем не такие отношения. Это пока. Марджори, у тебя нюх на такие вещи. Ну да, ну да, в конце концов, малышка, ноэль из тех, кто всё время нужно подталкивать. Мне кажется, она ещё ничего не смыслит в таких вещах. Фё, я просто считаю, что если не должны отвлекать меня вещи, такие-то рыцарских тренировок, то есть гораздо более важные вещи. Ладно, ладно, больше не буду шутить. Так зачем же вы пришли? Дело вот чем. То есть вы выбираете подарок, который Беатрис могла бы подарить Куину? У меня есть парочка новых диковинок. Вот, например, охлаждающая бутыль и белка, вырезанная из дерева. Охлаждающая бутыль хорошо подходит для вина, позволяет ему долгое время оставаться свежим и прохладным. А деревянная белка, неплохая безделушка, хорошо будет смотреться на лодке Куина. Бутылка или украшение, что выбираете? Бутылка. Блуждающая бутыль. Ты помнишь, о чём я говорила? Как здорово. Я случайно пропустил один фрагмент диалога, надеюсь, вы успеете прочитать или поставить на паузу и прочитать. Значит, охлаждающая бутыль хорошо, давайте заверну. Итак, давайте проверим, что, собственно, пойдёт или не пойдёт. Отлично, подарок завёрнут. Нам срочно нужно передать его Беатрис. Давай. Подарить Куину охлаждающую бутыль? Это может ему понравиться. Подожди, может мне подкупить его и тем сказать, что если он хочет подарок, то сначала должен пойти со мной на свидание. Спасибо вам. С таким заданием он не откажет мне. Так, значит, так работают подарки. Ну ладно, главное, что мы могли помочь. Ой, нет. Что случилось, Беатрис? Что-то не так с подарком? Нет, нет, дело не в подарке. Я была так сосредоточена в том, чтобы видеть Куина пойти на свидание, что совсем забыла выбрать подходящее место. Не может быть. Я никогда не заходила так далеко. Серьёзно? Нуэль, не могла бы ты снова мне помочь? Стоп, свидание надо хорошо спланировать, но не нужно торопиться. Просто предоставь это мне, Беатрис. Мм, окей. Куда нахрен мне? С ума сошли? Это же за 3-9 земель, блин, идти. Ну ладно, типа, поехали. Окей. Мы с Верой. Отличное, блин, место для свидания выбрали. То есть ты реально, ты такая, пойдёшь, я приглашаю тебя на свидание, но свидание я хочу провести за полтора километра от города. Ну, на самом деле, конечно, типа полтора километра это мало, но это примерно 15-10 минут ходьбы, но при этом как бы... Мы сначала осмотримся, как только найдём. Подожди, чё за тренировочная площадка? Можно не фотографировать, я не могу фотографировать, у меня не позволяет эта тема. Всё, разобрались. Погнали теперь по заданию. А, я последнее собрал ягодку, хорошо. Так, чуваки, давайте вы отвалите от меня. Я не хочу сейчас с вами сражаться, мне вот это совершенно не нужно. Хм, ну мы пришли на место. Отсюда видно побережье сокола, какой проступ. Я не могу сделать снимок, игра. Я не могу сделать снимки на своём телефоне, у меня вылетает игра из-за этого. Вы чё, издеваетесь, что ли? Я не смогу сделать снимок, мне нужен доступ к хранилища, я не могу этого сделать. Ну твою мать, игра, просто издевательство какое-то. Видите? Я не могу это пройти. Я не могу на последнюю концовку это всё завершить. Твою мать, ну иди снимки, ну за что, ну игра, ну чё ты со мной так... Ооо, жопа горит, реально. Реально горит задница от этих заданий. А я не могу это сделать, понимаете? У меня, если я нажму разрешить, у меня вылетит игра. У меня на телефоне такой баг. Я не могу давать доступ разрешения приложениям, иначе у меня просто приложение завершает свою работу. И я не смогу это выполнить. Опять что ли придётся кого-то просить? Вы издеваетесь надо мной? Но у меня нет выбора, я не могу это пройти, к сожалению. Придётся это либо потом проходить, либо чё-нибудь делать ещё в таком духе. Ой, жопа-то горит, а? Долбаные снимки, серьёзно? Грёбанное задание легенд. Долбанное задание легенд. Спасибо, блин, большое, игра. Вот за такие задания я тебя больше всего ненавижу. Ну а чё мне делать? Мне тут ничего не поделаешь. Ладно, всё, типа, на этом пока у нас задание завершено. Последнюю концовку открыть у меня не получается. Жопа горит! Ладно, хорошо. А чё там за награда финальная? Надо посмотреть. Я не то нажал. Так, момент сопряжения. Так, подожди, встречи. Нет, встречи. Далее. На элька. Рыцарёрдов его не с путь. Да. Я не могу это пройти, древнейшая из подарков. Понимаю чё. А награда будет у меня в виде камней стока. И это надо пройти, чтобы завершить задание легенд. И получить, собственно, награды всей ачивки. Зараза. Вот просто жопа, реально. Ненавижу вот за эту игру. За такие задания, конечно. Но ничего не поделаешь. Придётся мне кого-то просить пройти это. Не факт, что мне помогут, конечно, но я постараюсь попросить кого-нибудь. Пусть они сфотографируют, потом да пройдём. Чисто попросить просто снимок сделать. Ладно, окей, чё я... Чё я могу сказать? Придётся пока чем-нибудь другим заняться. Чё у нас там есть, кроме шариков? Надо посмотреть, чё там насчёт оружия. Во-первых. Так, где моя гаюнь? О, у неё чё-то появилось здесь. А, ну типа новые крылья дружбы, это понятное дело. Мне вот это интересует... Ой, не это, а оружие интересует. Сегодня у нас доступен ли данжик, нужный нам? Нет, сегодня подземелье закрыто. Ну, тогда у нас только один вариант, чем мы можем заняться под конец серии. Это именно пройти этот... Вот эту шнягу. Правда, минус в том, что у меня почти разрядился телефон. Вот ещё меня беспокоит, на самом деле. Может быть, одну попытку всё-таки я успею сделать. Давайте обычный режим. Ну и попробуем. Если начнёт лагать во время прохождения, я просто выйду и потом уже с вами продолжим. Ну, блин. Вот ненавижу задания с снимками. То есть я уже второй раз у меня такая тема, что я не могу пройти задание из-за того, что я не могу сделать снимок. И в этот раз это уже как бы сюжетное задание легенд, которое надо как бы пройти. Для того, чтобы пройти его полностью, типа, и завершить. Но при этом я не могу это сделать. Готовим цель увлекательного испытания. Ну, давай попробуем. А, ну уже начинал лагать? Или это просто загрузка подлагивает? Я уж не помню. Сейчас посмотрим. Ой, я ещё ни разу это не делал. Уклоняйтесь встречающейся на пути таманных пузырей. Достигните финиша. О, так это изи. Я не думаю, что с этим будут проблемы, но хотя сейчас посмотрим. Наконец-то меня пустили. О, укрытия какие-то появились. Эй! Это не честно было. Так, а можно мне это, чтобы меня отпустила чудо-трава? Да отпусти ты меня, господи, пузырики! Так, где финиш? Ага, вижу. Ну, хотя бы я достиг финиша, хоть и нафейлил. Получил скорость обычной заряженной атаки плюс 20%. Нормально. Что, у нас какое следующее задание будет? Только, пожалуйста, не ломающиеся плиты. Всё, что угодно, не ломающиеся плиты. Спасибо, игра! Вот я тебя очень за это обожаю. И оно сделало мне ломающиеся плиты. Действительно, почему бы нет? Так, сейчас будем готовиться. Жопа. Фу, хорошо. Ну ладно, типа я упал, но ничего страшного, я думаю. Хотя бы очки я за... Подожди, экспедиция потерянная, а энергия получена из конвертации венчиков. Я только потерял очки. Какого хрена? То есть я три раза простоял, но при этом, типа, мне не засчитали. Понимаю, чё. Вот здесь, кстати, надо 10 венчиков собрать и при этом, типа, не нафейлить сейчас. Порши, раз я здесь зафейлил. Мне, чтобы пройти на достижение, надо именно венчиков достаточное количество собрать и не взять красное. Так, секунду. Так. Время, я не успеваю. Ой, я собрал 10 штук. Всё, 150 из 150. Идеальное прохождение. Получили второй бонус. Замечательно. Но на третий я не смог, к сожалению, пройти испытание, поэтому только два бонуса будет. Я опять забыл мону поставить против пиры Орхидеи. Это ошибка. Так, ну и у нас финальный бой. Это, собственно, пиры Орхидею завалить. Да-да-да, я понял вас. Поехали. А нет, мону у меня есть в отряде. Я гаюнь же убирал в прошлый раз. Поэтому у меня сейчас Мона стоит. Но это мне на руку, на самом деле. Давай быстрее появляйся, у меня время идёт. Так, заливаем её по максимуму урона. Как можно больше дэмажа пытаемся влить. Немножко не стало атаковать пиры Орхидея. А зачем здесь ветреные потоки вообще существуют? Давайте щит поставим, но хотя бы от пары ударов у нас защитит. Ну чё, скоро обновится уже ядро. А почему в этой водяная какая-то хрень срабатывает время от времени? Это из-за того, что просто она у меня в команде или чё? Да блин, у меня Мона сдохла. Давайте сразу ультуем, чтобы Мону отхилить. Не особо важно уворачиваться, когда я в ульте. Ты издеваешься? Можно мне нажим сменить, пожалуйста, побыстрее? Блин, мне лагать на челони вовремя вообще. Да блин, твою мать. Вообще не вовремя лагать на челони. Ну всё, победил я. Да, вроде прошёл. Купоны дружбы 200 штук. Посмотрим, что нам ещё дали за... Какие мы ивенты выполнили с вами. Хм... Ну и заберём последние наградки и будем заканчивать серию на сегодня. Я как-нибудь потом это, знаете, запишу фрагменты с... И если всё-таки мне кто-то поможет, и я смогу сделать снимки, я запишу, короче, финал этой истории. То есть последнюю концовку. Пока я не могу это сделать на данный момент, то есть прям сейчас. Естественно, сейчас я не буду никого посреди ночи просить, мне быстро пройти. Как бы да. Ну, хотя бы я смогу забрать сейчас хоть какие-то награды. Ну, конечно, эта камера, она прям впечатление немного об ивенте испортила. Вот зачем они эту камеру навязывают? Вот фотографируйте, блин. Фотографируйте. Вот я не могу сфотографировать. А по-другому этот ивент и не пройдёшь никак. Так, ладно, в принципе, мы здесь с вами. Давайте заберём уже финальную наградку с вами. Так, приглашение ветряных цветов. Давайте мы заберём здесь увлекательное. Да, у нас тут какие-то новые награды появились. Давайте посмотрим, что мы можем забрать. О, за 480 секунд прошёл. Замечательно. Так, и осталось выполнить ещё два квеста. Это в загадочном танец события увлекательной страны чудес, не попадая под снаряд. То есть вообще ни одного надо не пропустить. Это жёстко. И пройдите дрожь озорных плит. События увлекательной страны чудес ни разу не упав. А сколько раз надо там выжить в этой теме? Странная тема. Так, давайте мы возьмём с вами в магазине события. Скупим чё-нибудь, если есть возможность такая. Если у нас билетов много. Так, но этих мне не хватает. Явно это шариковые дурацкие билеты. Но и здесь мне на лук тоже не хватает. Будем копить понемножку. Ну и, к тому же, ещё целых 22 дня у нас осталось. Поэтому точно копим себе всяких штук. И, как я понимаю, другие испытания у нас пока недоступны. И будут разблокированы только через несколько часов. Да, видите, один день. Даже, возможно, не часов. Возможно, завтра они даже ещё не разблокируются. А разблокируются только послезавтра. Вполне возможно такое. Ладно. Ну, а в общем-то, на этом, наверное, я буду тогда пока заканчивать. Сейчас я только посмотрю, сколько у меня вообще камней истока осталось. Так, у меня 520 ко мне ещё. Для призыва мне надо 1000 примерно. Ну, меньше 1000, потому что один шарик всё-таки у меня есть. Но примерно я понимаю, сколько мне надо. Ну и ладно. На этом я уже точно буду с вами тогда пока прощаться. А вам огромное спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи. До скорой встречи. И мы ещё обязательно увидимся. На этом всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok